Несмотря на то, что уже подкрадывается осень, купальный сезон все еще продолжается. Особенно любят воду дети и подростки, но, как правило, не всегда они умеют вести себя правильно в водоемах и при возникновении опасной ситуации. Как не попасть в беду? Разъяснительный курс детям провели представители поисково-спасательного отряда добровольцев Карачаева-Черкесии, учебно-методического центра ГОЧС и МВД. Мадина Каракетова побывала на уроке безопасности. Водоемы, несомненно, остаются любимым местом для развлечения ребятней. Многие с нетерпением ждут летних каникул именно для того, чтобы вдоволь накупаться и позагорать. Но периодически такие детские развлечения заканчиваются весьма плачевно. Отравились, получили солнечный удар или вовсе утонули. Целью сегодняшнего мероприятия было рассказать детям, как правильно организовать свой отдых, так как идут летние каникулы, дети посещают водоемы. Мы пытались донести до детей, как правильно выбрать место для купания, как правильно организовать отдых на купании, на пляже, на водоеме, что надо взять при этом, как правильно выбрать место. Увы, не все знают, как это правильно сделать. Идут туда, где хотят, и по итогу получаем мы плачевный результат. Эту акцию поисково-спасательный отряд добровольцев провел совместно с учебно-методическим центром ГОЧС и МВД. Детей не случайно пригласили на пруд в парки культуры и отдыха «Зеленый остров», чтобы показать наглядно, как должно быть оборудовано специальное место для купания. Раздевалки, пандусы для спуска в воду и выхода из нее оборудованы для солнечных ванн пляж. Сотрудники МЧС и Национального центра помощи детям подробно рассказали участникам урока безопасности правила безопасного отдыха на водоеме. И особое внимание уделили оказанию помощи при возникновении чрезвычайной ситуации. Школьник из Черкеска Давид поделился с собравшимися случаем из своей практики. Купаемся мы с Софой на речке. Софка один раз меня обманула, потому что она тонет, но я ее спас несколько раз. А тут ее начало течение унести. Сам я думал, ну... Не решился, да? Да. И позвал папу. Папа пошел ее спас. Ваша помощь – это громкий крик... Человек тонет. Да, человек тонет. Громкий крик привлечь внимание взрослых. Ну скажи, ты сегодня что-нибудь новое узнала для себя? Да. А что именно? Ну расскажи нам, поделись. То, что нельзя заплывать за шары, которые есть в воде, потому что это опасно для детей. А еще что новое ты узнала? То, что нельзя плавать без больших. Я узнала, что нельзя далеко уплывать от взрослых. А еще я узнала, что нужно одевать головной убор, и что если человек тонет, нельзя туда сам плыть, только взрослых позвать папу и маму. Представитель МВД отметила, что совместные мероприятия ПСО, Учебно-методического центра ГОЧС и МВД стали традицией и имеют важное значение при профилактической работе. Именно такая форма профилактики подростками воспринимается лучше. Ведь безопасность в летние каникулы, когда дети зачастую принадлежат сами себе, должна беспокоить каждого взрослого. Именно для МВД, как для системы профилактики, очень важна заинтересованность общественных волонтерских организаций и добровольцев. В завершении волонтеры отделения Национального центра помощи детям по Карачаевой Черкесии представители Учебно-методического центра ГОЧС и МВД подарили наборы нарукавников всем, кто принимал участие на уроке в безопасности и тем, кто отдыхал у водоема с пожеланиями безопасного плавания, а также памятки, как уберечься от кибермошенников. Мадина Каракетова, Расул Бердеев, Вести Карачаева, Черкесия.